Здравствуйте, уважаемые зрители! Издательство Калибр Азе опубликовало статью под названием «Подоспеет ли Путин и Макрон на помощь Армении?» Так, время истекает, сроки поджимают в ожидании новой армянской трагедии. В общем, сейчас все ждут, когда Пашинян даст согласие на написание мирного договора с Ильхом Алиевым, но если это не произойдет в ближайшее время, до Нового года, то это может кончиться для страны Армении очень трагически. Сейчас вас ознакомлю, что здесь пишут. В последние дни Ильеван уже открыто вступил на путь экскалации конфликта с Баку. Да, это многие заметили. Не только заводя переговорный процесс в тупик за кулисами, но открыто на всех уровнях власть вбрасывает деструктивные тезисы и притязание на Карабах и публичное пространство. В этой связи следует упомянуть недавнее заявление секретаря Совета Безопасности Армении Армена Григоряна, а также обвинение армянского премьера Никол Пашиняна. Так, секретарь Совбеза, вот он на фотографии, Армен Григорян заявил, что без урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта или хотя бы уточнение, как именно он будет урегулирован, заключение мирного договора с Азербайджаном невозможно. В свою очередь Никол Пашиняна винил руководство Азербайджана в терроре в отношении гражданского населения Армении. Он также договорился о том, что Азербайджан называет армян Нагорного Карабаха своими гражданами, в то время как стреляет по ним. Чуть ранее Пашинян сравнил Азербайджан с террористическими организациями, а также заявил, что Баку готовят новый геноцид армянского народа в Карабахе на границе. Было такое, недавно ролики я выпустил. Подобные заявления свидетельствуют о том, что политическая элита Армении все еще строит планы, связанные с Карабахом. Так и не смирилась с изменением расклада сил в регионе, новой реальностью. Понятно, что поражение в войне с Азербайджаном стало ударом по национальному самолюбию Армении. Годы Первой Карабахской войны, почти 30-летие оккупации и тщательно тиражируемые пропагандистами героический эпос о новейшей истории армянского народа. Были обнулены, обнуление произошло за 44 дня войны, бегством из Ханкинди и 10 тысяч дезертирами. С тех пор прошло два года, за которые азербайджанская армия порой боем, а порой и простыми пинками, тяжелым солдатским сапогом заняла всеважные стратегические высоты в Карабахе на границе с Арменией. Это точно. Ранее, когда Армения оккупировала обширные азербайджанские территории, имела укрепленную оборону, занимала лучшие стратегические позиции. Ей действительно было на что опираться своих требований в торге с Баку. Но сегодня ситуация настолько поменялась в пользу Азербайджана, что отпала необходимость в каком-либо торге. В принципе, Армении просто нечего предложить Азербайджану. Армену Григоряна, копирующую в кабинете Пашняно силовые структуры, это известно досконально. Ну да, сейчас, судя по ситуации, вот карта Армении. У армян даже нету, я вчера выпустил ролик, кому оборонять границы. У них недостаточно вообще ни вооруженных сил, ни вооружения. Они очень слабо, армия неподготовлена, Азербайджан, если захочет, мне кажется, там продвинется куда он хочет, в любое направление и сколько ему, как сказать, душе угодно. Вот у Джермука уже стоят вооруженные силы Азербайджана, там внизу уже стоят по линии Кафан, вот здесь в Зангизуре везде. И Пашнян сейчас паникует, но почему-то встал в такую позу, и все, и угрожает, типа все, ничего не будем подписывать. Но я думаю, вот скоро он доугрожается, что Эль-Хам Алиев даст приказ вооруженным силам продвигаться дальше, потому что сейчас уже проводит учения Азербайджан, уже готовится, как бы сказать, а когда учения проводит армия Азербайджана, значит скоро будет наступление и освобождение своих земель. Так что Пашнян зря, извиняюсь, встал в такую позу, и ему для него это кончится все трагически. И вот в конце, что здесь пишут. Времени на обдумывание и принятие решений Еревана остается все меньше. На носу Новый год, как бы он не стал годом очередной трагедии для искусственной армянской государственности. В общем, вот такие новости. Всем спасибо, всем пока, до новых встреч.